Всем привет! Меня зовут Саша, вы на канале Посылки из Китая. Сегодня распаковка шести посылок. Я думаю, будет что-то интересное. В комплекте зарядного устройства Литокал присутствует кабель для зарядки USB, microUSB и инструкция на китайско-английском языке. Также устройство можно использовать как powerbank. Вставили аккумуляторную батарею, в моем случае это обычные батарейки. Вставили какой-то девайс в слот USB и он у вас начинает работать. Естественно, батарейка здесь ничем не закреплена и она будет норовить выпасть. То есть, если вдруг где-то вы занимаетесь активным каким-то видом спорта или просто даже вам надо перемещать это зарядное, у вас не получится использовать как powerbank, если только заколхозить и прикрутить какой-то резинкой или скотчем. Но все же такая функция в нем есть. Рассказать о скорости заряда я не могу. У меня нет аккумуляторных батарей, чтобы проверить и протестировать его полностью. А здесь у нас... Что это? Честно, понятия не имею, что это. Мне даже кажется, что я это не заказывал. А, нет, все, я вспомнил. Это штуковина для того, чтобы удалять черные точки на лице. То есть, как этим пользоваться, я понятия не имею. Но я увидел такую штуку и мне захотелось заказать. Черные точки есть, наверное, у всех людей и каждый пытается по-своему от них как-то избавиться. Ну вот, попробую вот этой штукой. Несколько слов про вот эту штуковину. Вещь оказалась, в принципе, рабочей. Черные точки она убирает. Но она убирает также с кусочками кожи. Вот смотрите, у меня здесь имеются красные такие кровоподтеки и на носу. Это результат действия вот этой штуковины. Насколько я понял, надо зажать черную точку вот в это колечко. Сильно зажать и тянуть в какую-то сторону. Либо вниз, либо вбок. Ну, то есть, все зависит от того, как у вас расположена эта штуковина. И вот этим кусочком провилки вы просто выдавливаете черную точку и также снимаете кусочек эпидермиса кожи. Ну, не знаю, как это называет. Так что можно сказать? Я пользоваться этой штукой не буду. Потому что мне не понравилось. Это реально больно. Проще по старинке вот так взять, выдавить. Если я неправильно что-то сделал, кто-то специалист в этой области, напишите, как этим пользоваться. Спасибо. Мятая коробка вообще в хлам. И здесь, насколько я понимаю, должны быть очки. Продавец не заморочился, упаковал очень-очень просто. К моему счастью, очки доехали, в принципе, целые. Очки женские. Вот так вот я в них выгляжу. Предметы не искажают. То есть, ну, если вот так одевать, быстренько снять, одеть, предметы остаются на своих местах. Никакого смещения нет. Легкое затемнение. Показываю наглядно, как работает этот чехол. Чтобы вы не подумали, что это там фейковое видео, и телефон какой-нибудь путафорский. Телефон мой, Asus. 5,5 дюймов. Он свободно помещается в этот чехол. Он остается еще сверху сантиметр, сбоку очень много. Вот можно перелистывать экраны на смартфоне. Можно зайти в любимое приложение Алиэкспресс. Единственное, что когда вы поплавали, допустим, с телефоном, или он у вас просто побыл под водой, не стоит очень быстро открывать вот эту защелку. Потому что здесь, вот в этот паз попадает вода, и если вы его не протрете насухо, именно вот этот паз, то в момент вскрытия вы можете залить воду вовнутрь чехла, ну или попасть просто на телефон. А так чехол рабочий. Настольная лампа. Отличная лампа-бюджетник за свои бабки. Если вы любите почитать ночью, ну в темноте, или просто даже вам нечем заняться, и вдруг отключили свет, у вас там разряжен телефон, ну всякое бывает, такая лампочка достаточно неплохо скрасит вас скучный вечер. Вставили батарейки в формат 3А, 3 штучки, зацепили ее на книжке, и можете спокойно наслаждаться какой-нибудь литературой. Достаточно неплохая вещица, но это не настольная вещь, это именно лампа-прищепка. Учтите это, если захотите приобрести. Это парикмахерская приблуда, и она приехала вот в таком вот хреновом состоянии. Все замято, слов нет. Или оно так и должно быть? Нет, не должно, однозначно не должно. Эта бутылка должна быть ровненькая. Очень жалко, что этот пулек приехал ко мне поврежденный. Вот эта расплавленная колба, скорее всего, не додули, не далили именно на заводе. Но сам механизм работает отменно. Плавное нажатие курка, и струя воды, распыленная, вылетает отлично. Все равно мне придется спорить с китайцем, чтобы он мне либо вернул колбу, либо оплатил полную стоимость этого пулека. Возможно, закажу и попробую еще раз, возможно, буду смотреть что-то другое. Не знаю. Ссылка будет в описании. А если вы досмотрели это видео до конца, то вы можете принять участие в конкурсе на 200 российских рублей. Три простых условия. Первое, поставить лайк. Второе, подписаться на мой канал, если вы еще не подписчик. И третье, напишите в комментариях, бывали ли у вас траблы с заказами из Китая, или нет. А я с вами прощаюсь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok